О том, что дети провалились под лёд, спасатели узнали только спустя полтора часа после происшествия. Местные жители пытались спасти детей своими силами, поэтому не сообщили о ЧП. Спасатели говорят, тем самым они потеряли драгоценное время. На пресс-конференции специалисты рассказали о том, что именно дети в группе особого риска. Следом идут рыбаки. Они также регулярно проваливаются в воду. В связи с этим спасатели дают совет – не торопитесь выходить на лёд. Подождите, пока крепкие морозы простоят хотя бы неделю. Во-первых, незамедлительно звать на помощь. Ни в коем случае не поддаваться панике. Не пытаться ломать лёд и выходить именно в ту сторону, со стороны которой вы пришли. Потому что эта часть льда уже проверенная, вы по ней дошли. Ни в коем случае не пытаться вставать на ноги, оползти, максимально распределяя своё тело по поверхности, для того, чтобы физика площадь увеличит, для того, чтобы не было проваливаний. Опасность подстерегают не только на воде, но и на дороге. Из-за сложных погодных условий количество дорожно-транспортных происшествий в регионе увеличилось в разы. На сегодняшний день на территории Саратовской области зарегистрировано 2200 ДТП. За это время специалисты областной службы спасения помогли 213 пострадавшим, в том числе 7 детям. В 190 авариях применялся гидравлический инструмент. По словам руководителя облспаса, в последнее время участились случаи, когда пострадавшим в авариях пытаются оказать помощь очевидцы происшествия, ещё до приезда специалистов, зачастую нанося вред здоровью людей. Люди рвутся оказывать помощь, но делают это непрофессионалы. Соответственно, вторичные травмы, которые проявляются. И, ну да, достали живым человека. Но у него могла быть травма шейного отдела позвоночного столба, у него могли быть повреждения сильных внутренних органов. Его взяли, потянули за руки, за ноги, вытащили из машины. Вроде всё замечательно, вроде живой. А человеку стало хуже. Спасатели обращаются ко всем жителям области. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, незамедлительно сообщите о нём сотрудникам службы спасения по телефону 112 или по номеру оперативного дежурного 29-32-25. Специалисты облспаса помогут и объяснят, как поступить в чрезвычайной ситуации. Продолжение следует...